приветствую вас на канале артсел инфо и сегодня традиционно говорим о художниках в инвестиционной коллекции для инвестиционной коллекции и сегодня наш герой игорь александрович в улых 1938 2012 годы художник как мы считаем новатор медитативной условности вот такой термин изобрели медитативной условности потому что термин абстракцию не любил свое искусство абстрактным не считал не называл поэтому выходим из положения таким способом удивительный художник просто удивительный его талант был замечен еще в юношеском подростковом возрасте в художественной школе в казани где он учился а там все было такое тяжелое детство военное отец умер от ран сам он потерялся попал детский дом поток пока мать не нашла такая жизнь была непростая ну вот талантливый человек в художественном училище в казани и сразу много факторов везения то что попал в такое место то что такая была ситуация то что заметил его человек преподаватель профессор преподавать не профессор не знаю преподаватель который приехал из шанхая из другой страны который много там работал и вот он приехал советский союз в 47 году начал преподавать в казанском в казанском училище виктор подгурский заметил вулаха и достоверно мы этого не знаем но скорее всего так и было потому что про западную философию про восточную философию про про дзен про про каллиграфию про китайское искусство про японское искусство наверняка рассказал ему он потому что вот такой удачные обстоятельства это по тому пути как которому вовсе через 20 лет пошел но сначала было все не так сначала было все не так сначала кроме первой работы волоха которые пошли из республиканского такой на всесоюзный уровень в москву это работа такого я бы сказал фешенского фешенского стиля фешенского толка то есть такой размашистый мазок реализм очень такая красивная красивая декоративная мощная живопись но совершенно реалистическая там не было никакого минимализма волоховского не было ничего ничего такого про 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 то как мы его знаем собственно говоря если бы я вот такую работу волох увидел на выставке я бы не узнал что это волох потому что мог быть наверное и фешен и кто угодно из казанской школы казанской школы живописи потом покажем папа поплотнее на перебивке и вот работа пошла в москву заметили в этом профессора академики прозвучала работа и даже одна из картин волоха была репродуцирована открытках советском союзе когда открытки защита многомиллионные тиражи все расходилось это в общем-то искусство мы узнавали по открыткам в том числе вот одна из работ волоха молодого волоха юноша еще был андоплан такой открытки и потом когда он пошел в москву институт он даже эти открытки просто раздавал как там как 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 свои визитки как вот такой знак знак успеха определенного когда волох наверное можно сказать что волох казань перерос какой-то момент он поехал москву начал заниматься упор других преподавателей вот и даже у него начались напряженные отношения с казанскими с казанским вузом потому что ну как там вот зазнался там знаете перри перехвалили пошел пошел на москву и москве в суриковский институт не поступил хотел туда но не поступил но опять же знак судьбы какая такой невероятный невероятная удача низкий наверное это царевский академик низкий георгий низкий а то ли посоветовал то ли папа содействовал волок поступил во в гиг и попал совершенно такую 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 авангардную свободолюбивую какую-то самостоятельность независимым исследуем такую среду там были шукшин был и валентин воробьев это художники у друг вот и много 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 кто и вот это вот в гиговский период для волоха был очень очень важные так очень там для его становления для его для его творческого развития его понимания жизни наверное самый такой известный эпизод из гиговской жизни когда они поехали в тарусу на какие-то летние тюда летом люди шли там на эти воды либо там подработки какие-то художники занимались и решили устроить при помощи писателя паустовского паусты его звали в тарусе выставку в местном доме культуры выставили картины свои то несколько художников в том числе воробьев в улах каменский и эдуард штейнберг место все были но молодые момент не почувствует от них дали наверно рабочих колхозницы они выставили какие-то абстракции это авангардные вещи плюс пригласили людей из москвы люди за москвы за людьми из москвы потянулись иностранные прессы иностранные дипломаты западные которые любили все такие вот такие вещи скучно же было скучно было союзе в этом смысле да то есть люди искать что-то новое что-то интересно что такого полузапретного приехали ну скандал естественно как же так проводят выставку иностранцы и приехали и без согласования очень высокую быстро закрыли всех наказали директор говорят уволили этого дома культуры художников которые участвуют тоже наказали какое-то время то есть там кого-то очислили кого-то еще что-то но уже было процесс не остановить но собственно говоря в улах честно говоря после этого случая мне не удалось найти каких-то моментов таких столкновений так как ради красивых таких историй противостояния с властями противостояния такого кого-то идеологического политического потому что потом он не участвовал там не в резонансных выставках не пчеловодстве не в выставке бульдозерной беляева 74 году вот ни в каких таких выставках то есть он стал художником принципе он пошел по пути такого свойствующих через три своих образом можно сказать то есть он выставлялся в залах на кузнецком мосту он был членом мозга почему достаточно рано вам с первого года вполне себе выставлялся официальными художниками но его так нонконформизм он был как сказал михаил боды критик эстетически они не идеологическим и эстетическим то есть в советском союзе заниматься вот такой вот живопись у заниматься медитативной абстракции заниматься искусством который там совершенно не в духе там соцреализма и так далее это было но в общем то был определенный вызов и определенный выбор выбор такой непростой но важный так ну что пересвозь расскажу немножко про рынок что происходит с рынком волох работы волоха это хиты наших аукционов и это бестселлеры наших аукционов то есть всегда спрос всегда интересы до внимания коллекционеров и почему это происходит кроме того что сам художник мощи до совместника происходить это не может кроме того вокруг волоку существует то что называю благоприятный сонный климат это когда была проделана колоссальная работа и коллекционерами и семьей которые огромное участие всем этом принимает наталья туколкина охота вдова волоха егор альтман пасанок волоха которые основатели фонда волоха который занимается поляризация творчества проводят выставки сдают монографии это вот этот набор книг который передо мной да это вообще на самом деле капля в море из того что на самом деле существует про творчество волоха у нас даже есть каталоги в которых старые каталоги сейчас в свое время там советского художника в которой абстракции волох вот такого такого типа напечатано в черно-белом виде это вообще то есть это космос я найду подойду покажу все эти абстракции черно-белые но это вообще интересно очень работа волоха находится в ведущих музейных собраниях и в русском музее третяковской рейд и западных музеях все очень хорошо прошли важные резонансные выставки на ведущих музейных площадках издаются книги как я уже сказал он есть в частных собраниях очень важно в собрании семенихинах там большая 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 коллекция волоха и собрание семенихинах и вообще во многих частных коллекциях это все очень важно то есть когда эти все составляющие факторы это ставит тот самый такой там благоприятный климат для того чтобы интерес к художнику рос для того чтобы цены на художника росли для того чтобы работа новые на рынке появлялись все это очень правильных вот с волохом в этом смысле все хорошо все просто как бы идеально по ценам на что сейчас существует на открытом рынке мы говорим только про открытый рынок то есть про внутренние аукционные продажи не про галерейные там не про частный подпай что там может происходить все что угодно а на открытых продажах на аукционах в россии диапазоны такие вот живопись такого уровня высококлассная живопись крупного размера это 70 на 80 8 на 70 стоит в диапазоне вот этот пример вот такие работа кукла стоит порядка 6 тысяч долларов вообще в принципе начинается от наверное диапазон от 3 до 6 тысяч долларов вот такая вот работа например это ты будешь там 3000 до такой порядок примерно да то есть такой сложившись на рынке вот такая вот порядка шести тоже порядка трех тысяч долларов и это вот тот самый сегмент то самое направление до которая наиболее сона привлекательная наш взгляд но как всегда да то есть наиболее привлекательного соном плане все что будет то что будет сильнее все быстрее всего расти в цене это живопись да вот живопись волоха высококлассная это то что number one для по приоритетам для инвестирования для коллекционирования графики волоха не могу вам показать сейчас давно в принципе то есть открыть любой каталог посмотреть вот графика тоже волоха встречается вот такие работы графика волоха тоже встречается на рынке достаточно достаточно часто ценовой диапазон по графике наверное 150 тире 200 тысяч рублей в такой диапазон то есть там получается сколько нам две-три тысячи долларов тоже можно выбирать хорошие качественные работы графика волоха отличная такая мощная интересная виртуозная с графикой есть и свои нюансы даем пособку немножко по-особому хранить немножко по-особому оформлять если вся стекло это всегда к там какое-то оформление немножко посложнее и графика растет цене при прочих равных условиях графика растет цене медленнее чем живопись не нас не сильно но медленнее чем живопись и наконец третий такой сегмент по творчеству волоха и заработка появляется на рынке вот но он очень маленький потому что все было одна серия из фарфора это сделано на базе рисунков к лауреат нобелевской премии шведскому лауреат на баска премии по литературе тумасу транс трюмер у вух кстати говоря любили и принимали в скандинавских странах в германии он там работал там не было огромное количество почитателей и даже вот на одну из выставок в москве посвященную юбилею транс трюмера сам лауреат нобелевская премия приезжал к волоху на эту выставку но наверное каждому художнику лауреат нобелевской премии москву приезжает на выставку так маленький такой момент это уже сделано было в наверно двенадцатом году расписалась по эскизам по эскиза волоха к этому фарфору придавался сертификат соответственно подписаны волохом как это и положено и такие работы опять же в разных местах стоят по-разному да вот но того что мы то что мы встречали на открытом аукционном рынке это порядка 1000 долларов эти такой 1000 долларов может чуть больше такой диапазон вообще-то самый частый историк нам говорят эти почему называют такие цены да то есть вот бывают что он дороже мы там продавали дороже мы там проводим а бывает и дешевле бывает дороже понятно что цены разные но мы говорим именно те ценовые ориентиры для инвесторов по которым реально в недавнее в недавнее прошлое недавнее время там буквально неделю назад месяц назад можно было покупать на открытом рынке публичном аукцион без всяких протекций без всяких тайной связи без всяких там каких-то особых тайных путей вот зашел в этом из хабаровска хоть там из владивостока хоть из любого другого города наши с нашей большой страны и эти работы купил то есть это это возможно это так бывает ну наверное что еще важно подчеркнуть почему мы считаем что и не сонный потенциал этих работ далеко не исчерпан эту сцену будут расти но опять же повторюсь что существуют движущие силы существует семья который следит за творчеством занимается подтверждением подлинности что очень важно и разбирается хорошо существуют коллекционеры существует литература то есть называется беспечность литературы и каталоги и так далее то что что то что может что помогает в образовательном смысле втянуть большую аудиторию людей которые влюбятся в этого художника существует материал на рынке волок на самом деле работал достаточно но он работал нельзя сказать что много прям там не каждый день совсем даже не каждый день но когда у него были периоды вдохновения он делал по одной к вырос люди которого знают рассказать что он делал по одной картине в день был способен делать то есть вот такую работу мог с принципе создается за за один день и в принципе такая хорошая скорость значит работ на рынке в принципе теоретически много да у нас не так много уж но 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 работы есть это хорошо то есть то что когда работ на рынке много это не говорит о том что кто-то посчитает что наверно как раз много значит 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 дефицита нет тогда ничего подобного когда девушку значит дешево да значит дешево и так далее можно купить нет это совсем не так наоборот и хорошо когда работ много на рынке кровь на рынке и значит так иначе диск есть оборот втягиваются новые коллекционеры происходит движение опять же работ не все и все одинаково да кто-то выбирает более высококлассные вещи кто-то покупает по своему бюджету более доступный все это есть это очень хорошо маленький момент вспомнил интересно наработал в одном из тревю рассказывал что десятки ставил маленькие творческие задачи то есть на сегодня я беру три краски и виду иду сверху вниз и значит выжимаю там достигаю максимума так этими ограниченными средствами то есть этот такой особо медитативный условность медитативный такой реализм кстати говоря все работы бы что работ волоха они имеют фигуративные названия то есть вот например там не какая там абстракция номер один или композиция номер пять до осень весна пейзаж натюрморт за этом серый фон какие-то вот правильные такие названия чёткие объясняющие да и совершенно абстрактные так что присмотритесь к художнику художник на наш взгляд это не любит вас слова недооцененные то есть цены еще он такой уровень который мог позволить себе очень шоков шоке шоке круг коллекционеров работы на рынке есть высококлассные интересные то есть сейчас есть все условия то что покупать усилить свою коллекцию составлять ее и такие примеры мы видим да когда люди опытный коллекционер усиливать свою коллекцию включая туда работы волоха ну вот пожалуй все покупайте любить искусство покупайте инвестируйте удачи вам